Экономическая ситуация в странах, которые пережили арабскую весну, а также в данном случае на Украине, этот экономический фактор имел очень большое значение, в том числе из-за того, что он оказался в центре внимания во время протестов на центральных площадях. Я считаю, что одно дело во многом вполне логичные требования граждан, и совершенно другое дело реальные факты. Возьмите любую страну, скажем, со средним или низким уровнем развития, и вы поймете, что ее экономическая система полностью препятствует, противоречит, я бы сказал, столь быстрому росту. Можете взять любую страну, к примеру, Алжир, Ливию, Тунис, любую, какую хотите, и Украина не исключение. В случае с этими странами огромную роль играет время. Я хочу сказать, что этим странам необходимо располагать достаточным количеством времени, главным образом для двух вещей. Сейчас я в большей степени имею в виду Украину. Первое. Нужно стабилизировать ситуацию. Это необходимо сделать в первую очередь и как можно скорее. Об этом мы уже говорили. И второе. Нужно запустить экономическую программу, которая будет способствовать росту и в то же время позволит стране совершить выплаты по тем обязательствам, которые в частности имеет Украина. Поэтому я думаю, что в данном случае трехсторонний договор между Европейским Союзом, Украиной и Россией является обязательным. Похоже, что в случае с Украиной речь идет о полном расколе в обществе, который произошел вследствие страстного стремления к улучшению качества жизни. Немалое содействие в этом оказал Европейский Союз, который, в свою очередь, также находится в упадке, если смотреть на ситуацию с государственными займами, если посмотреть на такие страны, как Испания, Греция, Португалия. Учитывая, что ВВП Украины на душу населения составляет 7300-7400 долларов США, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не имеет практически никакого смысла. С экономической точки зрения нет никаких причин, которые бы оправдывали сближение ЕС с Украиной. Хотел бы подчеркнуть, что это мое личное мнение. 21 августа 2011 года телеканал Аль Джазира показал в эфире вот эти изображения, сообщив о том, что предположительно повстанцы взяли Триполи, но косвенные данные указывают на то, что захвата города не было. Испанская газета «Публика», не проверив информацию, опубликовала статью под заголовком «Режим Каддафи применяет оружие против собственного народа». Это геноцид, заявили дипломаты и правозащитники в ООН. Переходим к Сирии. Ежедневная каталонская газета «Ла Бангуардиа» сообщила о трупах, на которых не видно следов крови, и сразу же сделала вывод о применении химического оружия армии Башара Асада. Апогей манипуляции — снимок, на котором изображены останки, найденные в Багдаде. После его публикации BBC News объявили о кровавой резне, также устроенной войсками Башара Асада. А здесь мы видим человека из окружения Юлии Тимошенко, предполагается, что полицейские учинили над ним расправу. А вот фото организации «Международная амнистия». Эта женщина-волонтер пишет «Я умираю». Этот комментарий вызвал критику, поскольку в такой ситуации она не имела времени для того, чтобы писать в Твиттере. Далее канал Fox News сообщил о том, что у полицейских было оружие, которое до этого было в руках у повстанцев. В Испании основные периодические издания писали «Репрессии в Киеве привели к смерти». Киев охвачен пламенем. Во всех этих статьях говорилось о том, что вследствие репрессии со стороны Януковича Киев охвачен пламенем. А здесь мы видим пример двойных стандартов. Статья о манифестациях, которые прошли в Испании 15 марта, вышла под заголовком «За рамками закона». А вот статья в той же газете об Украине. На Украине улица одерживает победу. Однако во всех этих событиях есть и нечто общее. Например, у восставших в Египте были вот такие листовки с инструкциями о том, как сопротивляться полиции. Подобное мы наблюдаем и на Украине. Здесь такие же листовки с объяснениями, как нужно защищаться и как атаковать. Здесь говорится о том, что если манифестанта свалят с ног или его схватит полиция, он должен вести себя как можно спокойней и демонстрировать миролюбие, поскольку в этот момент рядом могут находиться представители СМИ. Мы показали вам всего лишь несколько примеров манипуляций, которые использовались в средствах массовой информации во время этих революций и во время гражданской войны в Сирии. Теперь давайте проанализируем роль, которую играет интернет и средства массовой информации в таких революциях. Узнаем мнение эксперта Карлоса Мартинеса.